Добрый день! Как меня слышно, да? Все-таки у него плотно и интимно приближаться к ним. Спасибо, что пришли на лекцию. Ну вот. Два слова о том, какой на самом деле, какую цель я преследую. Считаю эту лекцию. Дело в том, что если говорить про российскую науку, то ей достаточно долго не везло. Формально по истории российской, русской, советской науки было приковано довольно много статей за республику. Но, к сожалению, имело место довольно сильные идеологические измерения. И поэтому крупные историки науки, профессиональные, старались историей отечественной науки не заниматься. Но они старались по возможности уходить от этой темы и заниматься историей, я не знаю, этичной науки, историей теории относительности, всякими сюжетами так, чтобы не попадать под какие-то возможные обвинения в несоответствии к каким-то мейнстримовым идеям в области идеологии. К счастью, после 90-го года, несмотря на известный провал в науке в целом, для истории отечественной науки наступило в общем довольно приличное время, потому что стало возможно заниматься историей отечественной науки вполне профессиональной. И многие профессиональные, высоко профессиональные историки науки стали заниматься историей российской и советской науки, писать статьи, публиковать статьи. И такие статьи выходят до сих пор, книжки, статьи в разных изданиях. И это очень хороший призрак, Но читателей стало меньше, к сожалению, по тем же самым всем известным причинам. Читателей этих статей стало меньше, но в принципе цель моей лекции – рассказать о тех публикациях, которые посвящены истории российской и советской науки, которые вышли в последнее время. Ну, последние, скажем, 10 лет, уже говорят, да, «История и науки» – это относительно свежая публикация. И я назвал лекцию «Легенды и действительность» в истории российской науки, потому что, ну вот взял по одному персонажу, по одному герою из каждого века, один герой из 18-го века, который видите, один из 19-го, один из 20-го. Я взял просто в каком-то смысле наиболее известные фигуры. И вот немножко расскажу о тех легендах, которые сопровождают каждую фигуру. Но на чем я буду основываться? На самом деле это важная информация, потому что в анонсе лекции обозначено, написано, что используются достаточно новые результаты исследований в истории науки. Вот один из сюжетов я отмечил в конце, я буду говорить из истории советской науки. В основном я пользуюсь, в основном, не только ими, конечно. Есть журнал «Вопросы исторического знания техники», это академическое издание. Его издает журнал «Институт истории науки и техники. Академия российской академии науки» пока еще. В этом журнале вытечат очень большие статьи, в частности статьи профессора Дмитриева, который является крупнейшим специалистом в России и в мире, наверное, по Менделееву. И одновременно одним из крупнейших специалистов по Менделееву является. Вот. Кроме того, я буду активно использовать публикации в журнале «Природа», который я всем настоятельно рекомендую. «Природа» – это журнал издаваемый Российской академии наук. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, это единственный научно-популярный журнал в академии. При этом он как-то не популярный журнал «Типа знаний и силы и техники молодежи», это журнал, рассчитанный на людей в общем с высшим образованием, либо на студентов уже после третьего курса. Вот. Журнал очень высокого качества. Он выкладывается по завершении 12-го номера, он выкладывается под информацией в интернете. Вы можете найти его на сайте Российской академии наук. Там есть мемориальные мемера, посвященные целиком Менделееву, целиком Ломоносову, с очень подробными статьями, хорошо и ясно написаны, точно. Вот в этом смысле мне всегда жалко, что эти статьи остаются в пределах журнала «Природа». Я буду стараться по мере возможностей использовать информацию и оттуда тоже. Ну, сначала несколько слов про историю российской науки в целом. Вот есть… В принципе, если возьмут школьные учебники, подписывайтесь ими для вуздей или вузовские учебники, ну, можно взять школьные учебники. Вы увидите там представителей трех стран, практически только их – Франция, Англия и Германия. Ну, есть представители других европейских стран. Представителей России практически нет в школьных учебниках по естественным дисциплинам. Ну, за исключением, разумеется, Неделеева, Ломоносова, закон Джоури Ленц еще есть, как известно. Эмилий Христианович Ленц там присутствует. Ну, вот буквально считанные имена, если говорить про персоны. С чем это связано? На самом деле российская наука действительно… Ну, вот когда говорят, что… Говорят про вклад России в мировую цивилизацию, имеют в виду культуру и науку. Ну, если противопоставлять или разводить науку и культуру, можно сказать следующее. Российская культура, литература, живопись, музыка стала частью мировой и европейской музыки, живописи и литературы в 19-м столетии. Она стала полноценной частью мировой культуры. Если говорить про науку, то она стала полноценной частью европейской и мировой науки только в 20-м веке и в основном в советский период. Хотя начало было положено уже в начале 20-го века, в конце 19-го. Но в основном в советский период, и не случайно, Алексей Борисович Козырников, живущий в настоящее время в Канаде, большую монографию по истории советской науки назвал «Great Stalin's Science» «Великая сталинская наука». В этой части рекламы, конечно, назвали, но тем не менее вот это так. Теперь немножко про возникновение науки в России. На этой теме написано великолепной монографией Натальи Ивановны Гузнецовой, такой выдающейся историкой философа науки. Вот в этой монографии она тщательно проследила рождение науки в России, и она показывает, что наука была полностью импортирована. На самом деле Петр I импортировал науку на пустое место, то есть до нее практически ничего не было. И Ломоносов, которого я здесь выделил по вполне понятной причине, был единственным этнически русским представителем в российской науке в XVIII веке. Практически больше никого не было равных ему по уровню, хотя про него и то, что с ним связано. На самом деле первые академики, как известно, были выписаны, в основном они приехали из Германии, хотя приехали и французы, конечно. Все было сделано на пустом месте, и больше того, в XVIII веке образование само академии, императорской академии наук в Петербурге в 1725 году, ну, по аналогии или по образцу академии наук, которые Ломонского королевского общества и Парижской академии наук, была создана в Петербурге академия наук. Создание, появление академии наук и первые шаги российской науки в XVIII веке были связаны с довольно сильным сопротивлением традиционного общества, в первую очередь православной церкви. И было связано с тем, что науку европейскую представительность в основном люди, которые исповедовали протестантство, и представители официальной православной церкви, естественно, беспокоились, что вместе с наукой в России придет пропаганда протестантизма и разными способами, хотя у Петра I была, понятно, большая власть, практически неограниченная, тем не менее, известны случаи, что представители иерархии, представители Русской Православной Церкви активно противодействовали каким-то мирам по утверждению науки в России. В частности, известный сюжет, который описан, был такой знаменитый английский физик, философ и математик Христиан Гюббинс. Он написал известную монографию или трактат под названием «Космотеорос». В этом трактате, в частности, излагалась бельюцентрическая система с большим количеством доказательств. Петр I приказал перевести книгу на русский язык издательно в количестве 1200 земляров, уехал куда-то за границу надолго, и, несмотря на его прямое распоряжение, книга была напечатана в количестве всего, по-моему, 50 земляров, но, как ни страны, директора сфотографии никакие кары ему не подследовали. Он написал действительно записку, что вот, ввиду того, что книга была признана богопоязнь, был богоборческой и противоречной неким установкой православной церкви, он не решился печатать более 50 земляров, но это все-таки, конечно, сфотографии была напечатана богопоязнь и политических земляров, но эта история с прямым неповиновением распоряжения Петра I, она достаточно поучительна. Кроме того, когда был организован академический университет в Петербурге, то была большая проблема со студентами, первых студентов за деньги выписывали из Германии, в книге Кузнецовой это все-таки показано, там количество студентов было 9 человек, 5 человек, 17 человек, профессора нужно было кому-то читать лекции, поэтому вот боясь отдавать молодых людей учиться чему-то, учиться в университет, потому что это было, в общем, не принято в то время, это была, так сказать, научная карьера, какая-то карьера связана с образованием, представление об этом еще не сформировалось в обществе. Вот теперь я начну рассказывать по порядку, это Лондонское королевское общество Петербургской академии наук, то есть годы организации этих академий здесь обозначено, между ними есть существенная разница, о которой я всегда говорил, Королевский общество называлось Royal Society, оно и сейчас так же называется. Обращаю внимание на название, английская академия наук называется Лондонским королевским обществом, и на самом деле, в отличие и от Петербургской академии наук, и от Парижской академии наук, и от Прусской академии наук, Лондонское королевское общество первое в мире академии наук было создано снизу. Джентльмены собирались, рассказывали друг другу о научных экспериментах, которые они проводили, и в результате, в конце концов, они решили, что их собрания должны быть как-то регитенизированы, они сформировали состав Лондонского королевского общества, поставили на утверждение королю, и таким образом снизу образованная академия наук начала действовать, стали издавать первый научный журнал, и с этого момента стало можно говорить о разограничении науки и антинауки, все, что публикуется в журнале, все, что допускается на результате в журнале, все, что допускается для докладов наук в королевском обществе, признается научными исследованиями, все, что не допускается, выходит за эти границы. В отличие от них, да, и тогда, и до сих пор, члены Лондонского правительства общества платили и платят членские взросы, в отличие, скажем, от Парижской академии наук, и тем более Петербургской академии, но и Российской академии наук, где академики, как известно, получают ежемесячные вознаграждения. В этом тут над всем можно говорить довольно много, потому что в Англии наука была и есть сильной, географически распределена по всей стране, Лондон не является научной столицей Англии, безусловно, и хотя Парижская академия обществовалась по модели английской, тем не менее во Франции наука достаточно долго была сконцентрирована в Париже. То же самое можно сказать про Россию, но в последний вечер процесс, так сказать, несколько изменился, и хотя основные научные силы сконцентрированы, как вы знаете, в столице. В этом смысле, вот, хотя Петр пытался скопировать европейские институции, это удалось ему только в какой-то степени. И, как я уже говорил, окончательно наука прижилась на российской почве к концу 19-го века, а стала частью мировой новости европейской только в 20-м столетии. Ну вот, если говорить про легенды, связанные с Ломоносовым, я скажу и одновременно назову, о каких легендах идет речь. На эту тему, поскольку недавно, совсем в 2011 году, был большой юбилей Ломоносова, вышел большой номер журнала «Природа», о котором я уже говорил, посвященный Ломоносову самыми разными статьями, написанными экспертами. Вышли интересные статьи в других изданиях, было очень много, можно сравнить друг с другом. В частности, была история, связанная с очень зрительной трубой. Дело в том, что у Ломоносова было много конфликтов с коллегами-академиками. Академики были практически исключительно немцы. В советское время об этом писали, что вот они не любили единственного, как удающегося скалашного русского представителя. На самом деле причины конфликтов были не только в этом. Ломоносов был человеком, мягко говоря, эмоциональным. Известные докладные записки, они публикованы о том, что он, как я на вид, приходил, он рубал вниз возорной брани, его посадили под арест на несколько месяцев, решили сжалование. То есть там были просто такие прямые столкновения, доходящие, если не до прямых физических столкновений, то близко к этому. Такие ситуации были. Проблему взаимоотношения Ломоносов с другими академиками оценивали по-разному. Например, был такой выдающийся академик Кейпинус, который активно занимался электричеством, получил там много важных результатов. Географы и люди, которые писали статьи о Геннусе и о Ломоносове, говорят, что проблема была в частности в том, что Ломоносов был человеком разбрасывающимся, интересующимся мной массой вещей, не только физикой. Он писал лоды, делал мозаичные полотна, занимался планированием географических экспедиций и так далее. А немцы были профессионалами и не специалистами каких-то экспертами в каких-то узких вопросах. Вот это столкновение профессионализма и узких вопросов при такого энциклопедического подхода к науке, что ли, занятия самыми разными вещами, оно отчасти рождало проблемы взаимодействия Ломоносова с академиками. Ну вот тут конкретная история про ночезрительную трубу. Дело в том, что Ломоносов представил проект ночезрительной трубы, особый телескоп, который, как он говорил, на заседании Академии Ноконова представил, как труба, который, телескоп, который позволял, по его мнению, в условиях плохой видимости, ну, что ли, улучшить наблюдение за судами, например, которые приближаются к берегу. Именно в условиях плохой видимости трубу подвергли жесточайшей критике. У Ломоносов с этим был связан один конфликт. Естественно, вот на этой теме посвятил статью Сергея Ивановича Валимов. Я напоминаю, что это был знаменитый, выдающийся ученый-оптик, президент Советской Академии Наук 45-го, когда был 51-й год. У него была большая статья по поводу ночезрительной трубы. И, по его мнению, Ломоносов, как человек, который с молодости часто выходил в море и знал о неких эффектах, чисто эмпирически, на самом деле использовал, фактически использовал эффект, некий психофизиологический эффект, который был открыт уже в 19 веке, который связан с тем, что в условиях слабого освещения при некоторых конструкции телескопа действительно удается улучшить видимость изображений удаленных. Но поскольку такие эксперименты не ставили на открытые местности и в условиях слабого освещения, то, по мнению Валимова, конфликт с Ломоносовым был связан не с тем, что он представил плохую трубу, которая не годилась для тех целей, которые он заявлял, а конфликт был связан с тем, что Ломонос интуитивно нащупал эффект, который еще не был известен. Это первая история с ночезрительной трубой. Вторая история, которая была довольна публикацией, здесь я основываюсь на статье Юрия Дмитриевича Менсена из Государственного астрономического института Миштенберга. Статья была опубликована в двух номерах журнала «Знание силы» за 2011 год, по-моему, в 11-12 номерах. Вот этот вот рисунок прохождения Венеры по солнечному диску, как отмечает Юрий Дмитриевич Менсен, у Ломоносов, здесь вот принципиальная фраза, не сильно копченое стекло. То есть проблема была какая? Наблюдать за прохождением Венеры по диску солнца было довольно сложно, потому что смотреть можно было только через стекло. Стекло должно было быть, с одной стороны, достаточно затемненным, с другой стороны, недостаточно затемненным, чтобы можно было видеть некие эффекты. Вот, как показывает Менсен, у Ломоносова был к этому времени большой опыт, накопленный при изготовлении мозаичных полотен. Он лично организовывал производство стекла цветного, имел большой опыт, и вот не сильно топченое стекло было, достаточно не сильно, достаточно топченым. Ему удалось наблюдать вот этот вот прогиб, что ли, при соприкосновении края Венеры с краем Солнца, упырь, как он его называл, который все же свидетельствовал о наличии у Венеры атмосферы. Вот такой эффект все-таки был им замечен, и, как отмечает Менсен, это был довольно важным результатом. Ну, тут есть еще одна большая проблема. Про Моносову писали многие выдающиеся отечественные ученые. И была большая статья Петра Леонидовича Капийца, его известный сборник «Эксперимент теории и практика». И Капийца говорил, что проблема у Моносова состояла в том, в частности, что у него не было никакого обетватного научного сообщества, он не был включен в полноценное европейское научное сообщество, в которое он мог бы обсудить свои работы. Такого сообщества не было, и это была одна из его проблем. А вторая проблема у Моносова, как говорит Капийца, была в том, что он учился в Германии не у профессиональных физиков или химиков, или механиков, он учился у Вольфа. Вольф был, скорее, таким естественно испытателем, или на том, философом с сильными философскими устремлениями. И вот эта сильная философская компонента, она способствовала, ну и, видимо, наложилась на характере Ломоносова, который был склонен, скажем так, разбрасываться, готовить заниматься многими проблемами, не углубляясь в профессиональных деталях какую-то одну проблему. Проходили генералы по лесу Солнца. Ну, еще одна история, связанная с электричеством, эта история в советское время, по крайней мере, везде была растиражена. Ломоносов был коллегой и друг Академии Критман. Они вместе занимались исследованием атмосферного электричества. В то время в Европе утверждалась теория Бенджанина Франклина. Согласно, ну, определенной теории, скажем, атмосферного электричества, одним из следствий этой теории было примере Громоходов. Они вот разбились в XVIII веке. И Ломоносов, по мнению некоторых историков физики, Ломоносов и Рихман не отвергали теорию Франклина. Они тоже строили громоходы с одним только отличием. Они их не заземляли. И Рихман, наблюдая за атмосферным электричеством, построил шест, ну, сделал громоход, но отвел его не в землю, а к так называемому электрическому указателю, который показывал степень электризованности атмосферы, скажем так, не во время грозы, но по-разному предположим. Есть предположения, например, маленькая шаровая молния вылетела из этого указателя. Поскольку Громоходов не был заземлен, то вот Рихман погиб от удара. Молния погиб, наблюдая, изучая атмосферное электричество. Это была первая, наверное, смерть известного ученого в процессе научных исследований. Она производила довольно сильные впечатления на все европейское научное сообщество. Причиной, по-видимому, было то, что Ломоносов и Рихман, я подчеркиваю, не разделяли теорию Франклина, а разделяли другую теорию атмосферного электричества. Они были чертоваться в детали. Но вот после этого физический кабинет Академии Нового был закрыт на критное время. Вот такая история, к которой тоже Ломоносов имеет непосредственное отношение. Ну, в советское время довольно много писали о том, что Ломоносов открыл закон о сохранении массы. Его даже называли одно время заходом о сохранении массы Ломоносово-Луазье. Вот в статье Дмитриево в журнале «Привода» довольно четко показано, что Ломоносов закон о сохранении массы не открывал. Открыть его не мог, потому что считал, что инертная масса не пропорциональна весу. То есть он считал, что, скажем так, вес непропорциональной массе. И в этом смысле взвешивание веществ на весах, оно, так сказать, с его точки зрения, отсюда не следовало. Не следовало было бы о том, что, так сказать, сохранение веса означает сохранение массы. И в этом смысле это та легенда, это то открытие, которое Ломоносово на самом деле приписывается. Он приписывал в советское время, сейчас с этой легендой вроде бы разобрались более-менее адекватно. Вот здесь одно музаичное полотно, это Полтава. Огромное сооружение, которое, слава богу, должно быть в настоящем времени. Ломоносово посвящал этому огромное количество времени. Понятно, что никто из академиков, которые занимались профессиональной физикой и химией, ничего подобного не делали. Это вот один из признаков того, как он разбрасывался, да. Ну и нужно было взаимодействовать с властью. Известно, что, я об этом сейчас немножко скажу, что Ломоносов писал стихотворные оды, многие весьма успешные. Ему нужно было, так сказать, привлекать внимание власти. Для власти, для Екатерины Второй, в частности, академия была все же некой такой красивой, но игрушкой. И застукал Ломоносова в том, что он, в общем, добивался финансирования на разные научные исследования. И вот это вот была тоже часть его деятельности, которая отнимала много времени. И что и было одной из причин вот этой вот разбросанности и невозможности профессионально заняться какой-то проблемой. Я здесь специально выписал несколько фраз из трактов в профитике 1-3-18 веков до Ломоносовских периодов. Одна из важнейших заслуг Ломоносова состоит в том, что он, безусловно, который никто не ставит под сомнением, в том, что он сформировал отечественный научный язык. Научный язык был европейский. Он был, трактаты все издавались в Европе, не на русском языке. Появились, в 18 веке появились первые переводы книг по физике и химии. И вот вы видите то, что было до Ломоносова. Далее я наиболее характерные фразы выписал. На верхах красиво читать, конечно, но только это совершенно не тот язык, к которому мы привыкли. Сила, с которой Литвор в нижний конец выйти хочет, пропорционально есть в своей в труде высокости. Ну, грубо говоря, это что-то похожее на закон Пернули, что скорость, в которой жидкость выходит через нижнее отверстие, она пропорциональна в форме квадратной высоты, на самом деле, да? А на верхах, грубо на местах вышли, меньше лист воздуха цилиндра, живое серебро понижающий. Это на самом деле живое серебро, это тут, как вы понимаете. Меньший лист воздуха цилиндра, это в том смысле, что мы поднялись выше, и там атмосфера давления уменьшается. Вот фразы, которые писали до Ломоносова. И дальше слова, которые ввел в научный язык Ломоносов. Вы видите, это слова, к которым мы все привыкли, но которых до него, тем не менее, в научном языке не было. Слов много, они и все, только некоторые из них. Это, конечно, выдающийся вклад. Слова и физические термины, и общей научной терминологии, там, слово обстоятельства, например, возгорание, земная ось, которая, нам кажется, всегда существовала. Тем не менее, они когда-то появились в языке. И обращаю внимание, что относительно малоизвестно, я всегда в прошлом году появился вообще слово «ученый» в языке, scientist по-английски. Оно появилось примерно в 1831 году. Его упел на английском метадолог науке Уильям Уилл. До него ученых именовали natural philosopher, philosopher, изучающий природу. На самом деле, слово scientist появилось именно тогда, когда люди, занимающиеся наукой, стали платить за это деньги, когда появились первые научные лаборатории в первой половине 19-го века, и люди стали профессионально заниматься научными исследованиями за зарплату. Вот это принципиально важный момент. Так. Сейчас, минутка. Да, это следующий сюжет из 19-го века. Кто этот человек? Еще одна из аспектической фигуры в истории российской науки — фимия, физика, метрология, метеорология, экономика, воздухоплавление, сельскохозяйство, химические технологии, народные посвящения, одновременно высокий государственный пост, управляющий главной палатой Нервисов Российской империи. Кстати, редкий случай, характерный, да, для Англии. Между прочим, Ньютон 27 лет работал директором монетного двора и организовал финансовую реформу в Англии. Очень рекомендую всем, кстати, хотеть не российской наукой, только что сейчас продается книжка, называется «Ньютон и большого монетчика». Он лично преследовал самого талантливого большого монетчика в Англии, добился сверху казни для него. Вот история про это противостояние, про финансовую реформу, которая была задействована Ньютон, как главный действующий лицо, вот сейчас появилось на русском языке, переворачивание. Здесь, конечно, они делели. Кстати сказать, что последний персонаж, о котором я буду говорить, это Георгий Леонидович Капица, которого все знают как выдающуюся физику, лауреат Мобелевской премии. На самом деле, что относительно мало известно, Капица тоже занимал очень высокий государственный пост. В течение нескольких лет, в период Великой Отечественной войны, он был начальником главного управления кислородной промышленности в СССР, в районе министра. Но просто работа на этом посту, поскольку у него были свои результаты в этой области, поскольку его работа на этом посту сопряжена гигантским количеством конфликтов, то про этот период почти нет воспоминаний, что самое интересное. Он проработал там 3 или 4 года, то есть в очень высоком рамке. На самом деле, таких примеров в отечественной истории очень мало. Вот Менделеев и, как ни странно катится, такие примеры есть. Вот здесь два победа Менделеева. Один из победов Промско, второй, не помню, чем. Главная легенда, связанная с Менделеевым, легенда о Водке, с которой этой теме посвятил большие статьи Игоря Дмитриеву, Игорь Сергеевич Дмитриевича из Петербурга, который является крупнейшим специалистом по Менделееву, как я уже говорил. Есть Водка Менделеев. Это вот я нашел в интернете Василу Лошкину, плакат «Масон Менделеев, и церковь, ищет погубить русский народ». Ну вот, буквально несколько фрагментов из большой статьи, из большой статьи Дмитриева про Водку. Статья доступна в интернете. Она большая, профессиональная статья. Она выложена на сайте его слов. У них такой замечательный портал, на котором выложили огромное количество статей к истории науки. Вы можете набрать Дмитриева и Менделеева и вывалить все его статьи. У него есть большая статья, почему Менделееву не избрали в Украине науки. Я об этом немножко скажу. Отношение Менделеева, на самом деле, к рецепту Водки. И главный человек, которого Дмитриев, ну, обвиняет, что ли, в пропаганде мифа о причастности Менделеева к 40-градусной водке, это Пахлебкин, известный специалист и автор книг по… Ну, сейчас он… Я не знаю, переиздаются или нет, но их было очень много по питанию, по еде, что ли. Он такой довольно известный автор был. Вот эта история была растиражирована в «Огоньке», в «Аргументах и фактах». Вот короткая фраза такая. На 40-градусах появляется водка со своими особыми свойствами. Пахлебкин основывается на том, что у Менделеева диссертация докторская посвящена соединению спирта с водой. Конкретно, здесь приведены, выделены 2 фрагмента из статьи Дмитриева. При 15-ти градусах, полочкам 40%, отвечает 33-40% по весу, а дальше фраза из докторской диссертации Менделеева. Плотность смеси спиртов с водой для 33% по весу он оценивает не сам даже, а в соответствии с расчетным обличанием Менделеева. Это фраза из его диссертации, нижняя, которая здесь приведена. И Дмитриев, приводя эту фразу, говорит о том, что вот не египтин или следует считать автором русской водки, потому что никакого отношения реально к 40 градусам русской водки Менделеев не имеет, а имеет отношение российское правительство, которое установило в списальном постановлении Государственного совета, что водка, которая отпускается из мест централизованных, должна быть не менее 40 градусов. Это, в общем, было там согласовано с рядом экспертов, но Менделеев к этому никакого непосредственного отношения не имеет. Ну, с деталью вы можете познакомиться, потому что у меня были проблемы, я читал лекции в Леру, и когда вот мужчины, учителя, например, они очень возмущательны, они говорят, что Дмитриев, наверное, не знает на самом деле. Но, видимо, очень приятная мысль о том, что когда ты пьешь водку, то и миша отношений к русским ученым, так сказать, не просто питье становится, а какой-то такой сакрализованный, сакральный процесс какой-то начинается. Тем не менее, это не более чем миф. Вот, ну, второй миф, который разбирает, который возникает Дмитриев в другой статье, связан с неизбранием, связан с тем, что связан с книгой «Очерки по истории российской внешней разведки», которые были из НФСБ, там, лет десять назад, в этой книжке рассказывается о том, что Менделеева якобы послали в Америку, чтобы он выведывал в тайне производство керосина, поскольку была проблема там с производством керосина и с качеством керосина в России. Вот в одной журнале «Природа» вы можете, кстати, подробно ознакомиться. Менделеев поехал в Америку, действительно, был туда командирован, но, по-моему, российским техническим обществом, а совсем не Министерством иностранных дел, тем более внутренних дел. И вся информация, которая была у американцев, она вся была в ответном доступе, ее совсем познакомили, и эту информацию он привез сюда, и, так сказать, на самом деле она была использована правительством, никаких техническим шпионажем он не занимался, а просто, как квалифицированный человек, поехал в Америку к тому, чтобы иметь доступ к разным зданиям, поскольку доступ к разным зданиям в Петербурге был весьма затрудненный и ограниченный, там был, кроме того, личный контакт. Ну и, кстати, он, так сказать, некие экономические меры предложил правительству, которые в итоге были приняты и приняли к резкому увеличению производства керосина и нефти на ботинских нефтепромыслах. Адемент Менделеева. Теперь вот еще одна история, которую часто упоминают, и тема, которой посвящена большая, кстати, административная тема, очень интересная. В Менделеев не было бы за избранную Академию наук российского, и, кроме того, Менделеев не служил Нобелевской премии. И ту и другую историю часто рассказывают, как пример того, что в Академии наук где были опять, вот в конце 1915-го века было много немцев, то Менецкая партия забаллотировала природного русского. А в отношении Нобелевской премии история рассказывается в связи с тем, что вот Нобелевскую премию ему не дали, потому что не хотели русскому ученому давать высшую научную награду. Буквально несколько слов об этих мифах. Я выделил здесь, конечно, может быть специально ту фразу, тут стоят обточие, да, то есть я сделал не совсем честно, я взял наиболее яркие высказывания Дмитриева. Проблема была в чем с Академией наук? Почему Менделеева не избрали Академию наук, хотя уже в это время была опубликована его таблица? Проблем было несколько. Проблем первая состояла в том, что таблица Менделеева воспринималась в научном сообществе, как показывает Дмитриев, просто как еще одна классификация, которая была довольно много. Ее глубокий научный смысл стал понятен вообще существенно позже, на самом деле после появления квантовой механики, то есть первых десятилетий XX века. В это время было понятно, что он сделал что-то очень важное, да, но не было очевидно, что это действительно выдающееся научное достижение, которое связано именно с его вкладом. Напоминаю, что вот кроме Менделеева таблицу аналогично создал Лоттер Мейер, немецкий химик, и он тоже был признан, и российские ученые в это время упоминают одновременно Менделеева и Мейера как соавторов вот этой вот периодической системы. Кроме того, была большая проблема. Менделеев был очень известным человеком, он был исключительно талантлив, и под него вот здесь идет о чем речь. Вы цитату видите из статьи Дмитриева. Проблема была в чем? Под Менделеева военное министерство, по-моему, два министерства. Военное министерство еще выделили довольно большой граф на то, чтобы Менделеев исследовал поведение газов при высочке давления. Но Менделеева газов при высоких давлениях не интересовали. Его интересовали газов при низких давлениях и отклонения от закона Боря, Боревота. Его к тому же искал эфир. И когда деньги были получены под него, на коллектив, который, так сказать, имел к нему непосредственные отношения, Менделеев занялся своими проблемами. Ту проблему, которая была назначена, скажем так, в техническом задании, он просто махнул рукой. И, естественно, гранты больше не давали. Военное министерство интересовали, естественно, газов при высоком давлении. Вот именно это имеет в виду Дмитриев в той цитате, которую я здесь привел. Менделеев с патриархальной бесцерегонностью, способной в другую минуту бросить начать свою совместную работу, потому что ему так лучше. Выглядит, что он нежелательный. В этом смысле он подпортил свою репутацию, скажем так, в научном сообществе. Ну, были еще и другие проблемы. Вот я здесь специально привел медаль Дэви, великого английского эфимика, который проводил Лондонский проект, в том числе, одновременно Менделеев и Мир в 1882 году. То есть, однозначно приоритет Менделеева еще не был в то время осознан. Теперь про Нобелевскую премию. Довольно важная деталь состоит в том, что он был номинирован на Нобелевскую премию три года подряд европейскими химиками. С отечественниками он не выдвигался. Вообще, с Нобелевской премией ситуация такая. Спустя 50 лет архивы Нобелевского комитета открываются, и можно проследить, кто кого выдвигал за кого, кто как голосовал и так далее. Значит, одно из проблем с Нобелевскими мауреатами из России и из СССР состоит в том, что соотечественники, как российские, как и советские, своих коллег практически никогда не выдвигали. Все, кто получил Нобелевскую премию, выделены были в первую очередь европейскими коллегами. Ну, можно комментировать сколько угодно вот этот факт, но это эмпирический факт. То, что касается Ненделеева, это тоже экспериментальный факт. То есть его выдвигали европейские химики. Более того, здесь вот тоже довольно важная деталь. Поскольку речь шла о премии шестого года, еще в то время Нобелевский комитет следовал буквально на завещании Нобеля. Здесь выделено из завещания права о том, кто за предшествующий год принялся наибольшую пользу. Поскольку таблица Ненделеева была явно не предшествующий год, а конец королевства XIX века. Тем не менее, Нобелевский комитет принял постановление и решил, что Ненделеев должен быть первым, рассмотрим вопросом. Но по голосованию в Королевской академии НОП примет нас в деле второго кандидата. То есть Королевская академия НОП по ряд причин не очень понятно каким, то есть его премии не Ненделееву, а не смотря на рекомендации профильного НОП комитета. То есть здесь отчасти элемент случая, отчасти элемент связанный с тем, что тогда еще буквально следовали буквы завещания. Ну и вот здесь просто маленькие ремарки. Я обещал некую информацию из свежих историко-научных исследований. Была такая монография Анастасии Корзухиной про физику 19-20 века. Вот примерный рейтинг России на фоне других европейских держав в смысле вклада в физику. Другой информации у меня нет. Библиометрический указатель, те же самые, которые считали сейчас. Вот количество научных статей в разных странах. Ну в России порядка сотни, с учетом всех изданий, которые в Корзухине считают, что Россия была примерно на уровне Италии, то есть пятое место. Ну в принципе периферийная научная держава конец 19-го, начало 20-го века. Третий, наконец 20-й век. Это известный портрет Кустодиева, портрет Капицы и Семенова, двух будущих нодельских лауреатов, одного по физике, другого по химии. Легенда состоит в том, что то ли Капицы, то ли Семенов пришел к Кустодиеву и сказал ему, что же вы все время пишете каких-то людей. Вот два талантливых молодых ученых, это был такой 25-26 год, за мешок муки там что-ли, или что-то в этом духе, нарисуйте нас. Вот появился этот известный портрет, он действительно Сталин выписывал рядом, его называют на жаргоне самогонного аппарата, поскольку Семену держит в руках некую реторту, а Капицы своей знаменитой трубкой. Капицы успел получить Нобильскую премию за экспериментальное открытие сверхтеку участия Капицы. Капицы, Капицы фигуры уникальны в истории советской науки, уникальны еще и по той причине, что первые, ну, его научная биография началась со стажировки у Резерфорда, он стал любимым учеником Резерфорда, Резерфорд выбил под него большие деньги, и, как пишут историки науки, Капица, по-видимому, был первым физиком, который начал использовать в экспериментах большие дорогие установки. Для него такой практики не было. Он был первым человеком, который начал это делать и убедил Резерфорда под свой авторитет выбить большие деньги на крупные установки. Ну, потом Капица приезжал в СССР, не отказываясь от советского гражданства, в 1934 году его не пустили обратно. Было сделано в Хобби Мордовской лаборатории, которой он руководил в Англии, перевезено в СССР, и на базе этой лаборатории был создан инструкция из проблем Академии наук, которым Капица руководил. Фигура очень интересная, потому что она делась всегда независимо. Чрезвычайно. И вот самая известная легенда, связанная, ну, первая история, связанная с Вандау, может быть, это даже не легенда. Вандау, как известно, Вандау, если к тем, кто не знает, хочу сказать, что это один из наиболее выдающихся советских физиков, физик-теоретик. И Вандау просидел год в тюрьме с 1937 по 1938 год, вышел в Болгаре Капица, эта история совершенно нетривиальна, потому что Капица обладал искусством общения с властью и искусством добиваться, реализовывать те цели, которые перед собой стояли, было довольно сложно в то непростое время. Капица написал письмо, два письма Молдова, и во втором письме он указывал о том, что он донатил сверх текучести, а вот не нужен человек, который бы теоретически объяснил механизм сверх текучести, а этот человек в тюрьме, то есть это равно некие прагматические соображения. После этого Капицу вызвали на Лубянку и предложили ему познакомиться с двумя томами, или с двадцатью томами, не знаю, не помню, сколькими томами, личного дела Ландау, в котором Ландау признавался в том, что он шпион каких-то разведок. Вот Капица повел себя, как пишет об этом, как вспоминает об этом, единственно правильный образом в той сложной ситуации, он сказал, что знакомиться с текстом дела не может, потому что полностью доверяет НКВД, но просит отпустить ему Ландау на порубки. Видимо, вот это вот поведение было единственно возможным в той сложной ситуации, потому что он, видимо, понял, что если он будет пристать дело и ознакомиться с собственноручными указаниями, то возражать против этого совершенно невозможно. По-видимому, он обыграл или переиграл, или, так сказать, попал в адекватную политическую ситуацию, потому что Ландау действительно отдали Капицу на порубки. И, кстати, что относительно мало известно, до самой смерти, уже бывший герой Мусловского гала, рядом с Ленинской премией, Ландау формально оставался последствием отданным на порубки Капицы. Дело не было закрыто. Дело в том, что Ландау действительно составил антисоветскую листовку, и реабилитировать его было невозможно по этой причине, потому что листовка была антисоветская. И реабилитировали Ландау официально. Официально он был реабилитирован то, что в 1990 году, поскольку в восстановление реабилитации было указано, что листовка была не антисоветская, а антисталинская, по сути, военная была советская. Тем не менее, Ландау все время был встав супоркетственном. То есть он был формально на порубках Капицы, и Капицы глубоко за эти шкиллы уважали все оставшееся время. Вот такая история совершенно нетривиальная. А вышел он в конце 1938 года? Он вышел, я не помню, в конце или не в конце, но он долго просидел. В конце 1938 года он командовал этим органом. Да, 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 да. Вот как-то с этим еще было связано. По-моему, это... Он просто берег был выпущен. Отчасти с этим связано. Но листовка-то таки была в деле. Дело в том, что вокруг Ландау, поскольку это еще одна легенда, когда и была такая известная книжка «Моя писара», племянница Ландау, как мы жили... Извините, книжка Хора Ландау, жены Ландау, о совместной жизни. Она была и есть скандально известная. И вот Хора Ландау в одном из изданий этой книги, вышел в 90-х годах, написала, что вот человек, который написал донос на Ландау, это Пятигорский, вот этот мерзавец, написал на него донос, на основании доноса Ландау посадили. Она не знала, что Пятигорский в начале 90-х годов был жив. Еще и Пятигорский написал официальное заявление в суд. Суд запросил ФСБ, и ФСБ, или тогда не ФСБ было в начале 90-х годов, она вот ФСБ, прислала официальную справку о том, что Пятигорский не является автором, так сказать, доноса, автором сообщения, на основании которого Ландау был арестован. Это справку приобщили к делу, то есть суд Пятигорский выиграл. Оказалось, что Ландау просто в свое время с ним поссорился в порядке причин, ему показалось поведение Пятигорского в 30-х годах, поведение Пятигорского, так сказать, нехорошее, неэтично, и он публично его, так сказать, удалил из аспирантов. И первая книга известного форса Ландау в Юпсце, первая книга «Механика», на самом деле в ее первом издании, на первом издании стоят две фамилии, Ландау и Пятигорский, но потом Пятигорский, так сказать, исчез. В этом смысле испортил Ландау, включил диссертацию, но всю жизнь продолжал Ландау почитать, как выдающие все ученые, а потом ее жизнь он не полностью испортил. Вот такая легенда, которая не связана с Капицей, а связана с Ландау, но вот потом Пора Ландау вынуждена была снять эту фразу в последующих издания книги и официально извиниться через прессу, то есть исполнить решение суда, на самом деле. Это вот опальный академик Капиц. Опальный академик Капиц – это еще одна история. Считается, что когда стартовал советский атомный проект в 1943-м году был образован специальный комитет, который руководил созданием атомной бомбы, председателем, руководителем специального комитета был до времени Тепала Шпирия, руководитель НКВД в то время, и главной фигурой, которая отвечала за атомную науку, был Игорь Васильевич Курчатов. Проблема в том, что Игорь Васильевич Курчатов в тот момент, в 1943-1944-м году, был уважаемым ученым всего-навсего в заведующем лаборатории. И когда его пытались по указанию ЦК КТСС избрать в академии наук, на первом голосовании Курчатов был провален, потому что просто никто его всерьез не воспринимал. Пришлось выделить дополнительную ставку, и тогда при повторном голосовании Курчатов таки избрали. Проблема у Капица возникла в следующем. Дело в том, что когда на свидании спецкомитет, в который был включен Капица как выдающийся советский физик, обсуждались проблемы того, как делать атомную бомбу, грубо говоря, технологические проблемы. Главная проблема стояла в следующем. Первая советская атомная бомба была, как говорили, цельно тянутой, то есть она была полностью скопирована с американской атомной бомбы, благодаря активной работе советской разведки, и благодаря тому, что многие европейские физики, не верившие в Америку, были верными по своему убеждению, поддерживали Советский Союз, сейчас из Клаус Куб, знаменитарный шпион, который отсидел 8 лет потом в Англии. Вот, они, некоторые из них добровольно передавали совершенно секретную информацию о советской разведке, выходили на связь с инзидентами, что, кстати, Лаврентик получил в двери очень тревожку, потому что он понимал, что если за деньги это делать, но если это делать бесплатно, то его это чрезвычайно беспокоило, потому что не является следом дезинформации. С его прагматичной точки зрения, заслужил внимания этой информации, которую он куплен, от которой он получил бесплатно, она, по его подозрению, могла быть дезинформацией. Причем есть копийца. Дело в том, что на заседании спецкомитета о том, что материалы американские, уворованные и переведенные на русский язык, знал только Курчат. Больше об этом никто не знал на тот момент времени. Когда на заседании спецкомитета обсуждались некие технологические вопросы, что-то говорил Курчат, что-то говорил копийца, без общей соображений. Потом Берия говорил, что он может сделать так, как рекомендует товарищ Курчатов. Естественно, копийца, который был выдающимся без преувеличения советским физиком, внимание к Курчатову, мягко говоря, несколько раздражало. И, как пишут историки, в этом-то и состояла главная причина его конфликта с Берией. Он написал известное письмо Сталину, и потом написал, что Лаврентий Павлович Берия дирижит оркестром, не зная нот, не зная музыки. И написал такое письмо, по-моему, это был 45-й год. Для 45-го года это письмо, мягко говоря, было слишком смелым. Сталин его прочитал в присутствии Берии. Кончился тем, что Берия потребовал Капицу как-то наказать, но, как пишут, там оказались свидетели этого разговора, вроде бы Сталин сказал, что я его сниму, но ты мне его не трогали. И, кстати, Капица прожил на собственность. Его решили директорство в институте, который он создал. Он удастся к себе на даче, построил там физическую лабораторию, и продолжал писать письма Сталину, которые Сталин, как известно, читал. Когда Капица перестал писать Сталину письма, то внезапно Капица позвонил телефону, на другую дачу ему звонил, он, по-моему, постарел, спрашивал сумму перестать писать Юрий Сергеевич, он давно не получал больших писем. То есть была такая несколько странная ситуация. Он вроде был в Ахвале и находился на даче, но, тем не менее, решил всего. Его лишили профессорство и заведующие кафедры в Московском университете, после того, как он не явился на торжественном собрании, посвященную историческую лекцию Сталина. После этого его благодарили. И из Московского университета тоже, но, так сказать, Рейхстона, как известно, не было. Вот единственный человек людей, который, например, продолжал приезжать, это был Вандау. Тогда еще, да, уже академик. Вот это вот история дела Вандау «Жидкий кислород» и «Советский атомный проект». Ну, я уже говорил о том, что Капица был одним из немногих, если не единственным, наверное, выдающимся ученым, который занимал очень высокий государственный пост. Не директор академического института, а начальник главного управления кислородной промышленности. Кстати, в великолепных книге «Воспоминания» про Капицу написано, что он, уже вернувшись на пост директора института в середине 50-х годов, подал в суд на министерство, я не помню, тяжелую, что ли, промышленность, или химическую промышленность, за то, что они использовали его рецепт производства жидкого кислорода, не выплачивали ему деньги. И, как ни странно, этот суд выиграл, получил довольно значительную сумму денег. То есть он, по-видимому, сделал это, как пишет, из некого принципа. У него были такие конфликтные отношения с временем руководства главки Сваронов, и он решил послужим их наказать. Довольно любопытна деятельность Капицы во всяких других сферах, уходящих за пределы физически, чисто научной, да, известная его отношения к Сахарову, известная его фраза о том, что я слишком стар, чтобы вести себя так же, как Сахаров. Но известно, что, когда Сахаров пытались подвергнуть довольно сильной, так сказать, обструкции в Академии наук, Капицы выставил с неожиданным, как всегда, предложением, как член Президиума Академии наук, он сказал, что давайте, у нас тут квалифицированное обществоведование состоит в Президиуме Академии наук, давайте размножим работу Андрея Петровича, обсудимую на Президиуме Академии, чтобы выставить товарищескую критику. Президент Академии наук, Александр, был настолько в шоке от этого предложения, хотя в нем формально не было ничего особенного, что вопрос о всяких мерах был снят. Это было первое действие. Второе действие Капицы, относительно малоизвестное, состояло в том, что он был единственный человек, который выступал против, но не против строительства атомных реакторов, единственный человек, который публиковал статьи и доклады, и делал доклады, в которых говорил о том, что атомная энергетика может столкнуться с масштабной катастрофой и предлагал строить над реакторами толпаки. Самое интересное, что эти его статьи не печатли даже в европейской прессе, потому что считают, что он алармист, что после чернобыльской катастрофы эти статьи стали очень активно цитировать, потому что он был единственным человеком из физиков высокого ранга, который публично, неоднократно заявил о том, что из-за человеческого фактора крупные катастрофы в атомной энергетике неизбежны, поскольку этот фактор невозможно считать случайность крупной катастрофы как произведение маленьких случайностей, как исчезающее маленькое величину. Но это последний сюжет, о котором я хочу рассказать, буквально несколько слов сказать. Почему я хочу об этом сказать? Потому что в этом году отмечается 100 лет Бруно Пантекорова. Это была очень интересная фигура в истории советской мировой физики. Бруно Максимович Пантекорова, академик Советской академии наук, знаменитый специалист по физике нейтрино, в возрасте 38 лет в 50-м году бежал, бежал в полную смысл слову с женой и тремя детьми, был переправлен спецслужбами в машине с дипломатическими номерами из Хельсинки в СССР, работал в британском атомном центре в Харуэлле. Вот в этом году было 100 лет, и я просто так пришлось, случилось, что я написал у меня большую биографическую статью про Бруно Пантекорова и наткнулся на англоязычные публикации, свежие совсем, опубликованные в последние несколько лет, в которых, основываясь на архивах рассекреченных МИ-5 и ГБР, было сообщено, была в статьях представлена информация о том, был ли на самом деле Бруно Пантекорова советским чемпионом. Проблема была такая, он бежал в СССР, официально об его объекте не было ничего неизвестного, формально он просто исчез из британского атомного центра, потом все догадались, что он в СССР, через 5 лет он провел пресс-конференцию в 51-м году, и я обнимался, он был в глубине на самом деле через это время. И вообще считалось, и английская пресса в начале 50-х годов развернула колоссальную кампанию в рамках шпиона МАНИ, что вот только что была респондовала услуг, сообщила Бруно Пантекорова, которой было множество атомных секретов, бежала в СССР. На самом деле, как приходит к выводу итальянский историк Саймур Турчетти, анализируя эти архивы, Бруно Пантекорова не было атомным шпионом, но, как он говорит, не передавал никаких специфических атомных секретов, но тот факт, что человек такого ранга переехал в СССР, на самом деле имел значение для советской атомной программы, поскольку просто переехал эксперт высокого класса. Ну, тут строчки из песни Высоцкого. Но с Пантекорова связана еще одна негереальная история, до которой он подкнулся, которая не связана напрямую с историей советской науки, на которой я подзадусть хочу рассказать. Дело в том, что Пантекорова в возрасте 20 лет работал в группе Энрика Ферми, великого итальянского и американского физика, и в 1934 году в этой группе был еще 20-летним открыл эффект замедления нейтронов. Это эффект, на котором основана работа ядерного реактора и, естественно, принцип устройства атомной бомбы. Они открыли в группе из пяти человек, в возрасте Энрика Ферми открыли этот эффект. Ну, плечевой фигурой, одной из ключевых фигур был Пантекорова, хотя я объяснил и помню, о чем идет речь Ферми. Они написали статью, но когда они хотели отправить ее в печать, декан факультета физики Римского университета Карбина, сказал ему, что, ребят, на патент подайте. Ферми говорит, какой патент, мы тут физикой занимаемся, а вы про патенты говорите, нет, вот я старый человек, я лучше вас понимаю в деле, запатентуйте это. Они подали нам два патента. Один патент им не дали, потому что была уже опубликованная статья, а второй патент они получили, в том числе в 1940 году, спустя что-то после открытия, его зарегистрировали в США. И когда Ферми уехал в США, и в 1942 году под руководством Ферми в Чикаго был запущен первый ядерный реактор, вопрос о том, кому платить деньги за использование эффекта замедления нейтронов, которое было запатентовано, он возник перед Ферми, и он был поставлен перед американским правительством. Эта тяга тянулась очень долго, она тянулась до 1953 года. Ферми и его группа, там, некую безосмену они подключили за процент, чтобы он вырубивал эти деньги. Одновременно речь заходила на 10 миллионов долларов, что было гигантской суммой по меркам середины-конца 40-х годов. Но когда бежал полтепором в СССР, то пресса развернула дикую кампанию о том, что вот итальянцы, значит, Ферми там получился Гребл, который получил тоже на преступление за Плутони, тоже был в этой группе. Вот итальянцы, они имеют, что надо требовать с нашего правительства деньги, а вот этот, значит, коллега, который тоже был заявлен в числе венфициаров этих денег, он бежал в СССР, в результате Пантекорова предложили уменьшить сумму, он ее уменьшил, в результате 53-го заходники получили 300 тысяч долларов, что тоже была большая сумма, например, 53-го года на всех шестерых, а доля, причитающаяся из Пантекорова, была задепонирована, потому что он официально считался правопаршем без вести, и Пантекормов потом не раз отмечал, что, к сожалению, так он эти деньги не получил, к сожалению, вот с патентами мне не повезло. Вот эта вот история, которая не относится к клиентам, потому что она относительно малоизвестна, я никогда не правильно по-русски не читал, она, тем не менее, весьма любопытна, как пример того, как неожиданно полезно патентовать физические открытия, которые были, которые делают эти открытия, кажутся чистой физикой на самом деле. Вот примерно все, что я хотел рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, если я смогу, отвечу. Кстати, про Пантекорова еще забавный недаль. В своих воспоминаниях на русском языке он, естественно, уже говорил, свободно гладил русским, находясь в СССР. В своих воспоминаниях он пишет, что когда послушал как-то разговоры родителей, у них было с СССР, по-моему, детей, родители обсужали разных детей, и слушал так, говоря о нем. О нем говорит примерно так. У него добрые глаза, лишенные всяческого ума. Он очень добрый, но, к сожалению, ума нет. Вот они так, жалеясь о нем говорили, он говорит, этот комплекс неполноценности преследовал меня всю мою жизнь. Такая забавная деталь. Спасибо. Вопрос. Валентина Позловна, 10 минут, может быть, я об этом говорил, если там второй слейд о происхождении Ломоносова. А, понятно, по-моему. Читал статью. А потому что он с СССР Петра Первого. Я лично читал статью. Насколько это желтый информация? Какая информация? Что он с СССР Петра Первого. Это чистый миф, это даже не легенды, по-моему. Он статью читал вот в газете. В какой газете? Ну, в желтой. Ну, я не помню сейчас. Ну, на сударост. Нет, этот вопрос даже никто не обсуждает. На самом деле. Потому что его даже за легенды не рассматривают. На самом деле там была проблема в чем? В том, что в советское время писали своего сына крестьянина. Но как сына крестьянина, его никто никогда бы не принял ни в одно учебное заведение. Вот. Он выдавал себя за сына дворянина. Потом одно время выдавал себя за сына священника, чтобы попасть на учебу куда-то. Обман был разоблачен, но ввиду таланта его простили. Такие истории были. Ну, там писалось даже, что его удавила Екатерина. Удавила. Как бы из ревности, что не будет ли он претендовать на престол. То есть это все бред полный? Нет. Да, да. Это я даже такие легенды. Ну, он не уками, естественно. Но отравил бы она его через... Нет, Екатерина... То есть это полгибрия. Да, да. Он был отправлен в отставку, но потом все-таки его вернули в должности. Он планировал, запланировал экспедицию, географическую, морскую экспедицию, ну вот, проект Северно-морского пути, скажем так. При этом у него была неправильная изначальная гипотеза, о чем он редко пишет о том. Он считал, что соленая вода не замерзает и что там проход есть на самом деле. Была вот такая неправильная гипотеза, которая была основана проектом этой экспедиции. Но почему? В последние... Он умер уже, был похоронен с большими почестями. Это не факт. Нет, нет. Этого даже я не встречал. Но если я найду, я дам. Это не научные исследования. Ну, понятно, да. Нет, вопрос всегда откуда вычерпывать информацию, потому что если по истории, так и по истории науки, и по истории науки есть, естественно, много исторических информации, Пользоваться надо малотиражными специальными изданиями. Журнал «Природа», который к тому же был в PDF-ке. PDF-ке он замечательный, хорошо иллюстрированный, неколектная индустрация всегда подобная. В цвете все. Это надежный источник информации. То есть, эта ненадежность, какая только может быть на русском языке. Спасибо. В итоге вы рассказали, что на советской группе была английская история. А истинная история какая? Он был в Глобах Кореи, нет? Нет, насчет Глобах Кореи я не знаю ничего, но отец был достаточно зажидочным человеком по меркам с севера. Вот. Насчет Глобах Кореи нет. Я никогда не слышу, что дворец не может быть? Нет. Глобах Кореи? А? А второй слайд? Нет, второй слайд. На самом деле. А может только не дворец, а за 13 священнослужителей он целый? Нет. Было и это, да. То есть одно время. Не всегда он дороже, но был период, я говорю, когда он дал священнослужение, все он был в Глобах. Ну и спас его тоже священнослужитель. Что? Спас его тоже священнослужитель. Ну то есть почему его оставили? Нет. Он священнослужитель. Он священнослужитель. Он не священнослужитель. Да. Я говорю, спас его. А спас его? А в этом священнослужитель. Да. Если я, кто-то не понял, в середине 18 века в Российской экономике наук был только один русский ученый. Нет, 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 я это не говорил. Если можно, если у вас есть такая информация в динамиках развития процентного соотношения… Чисто технический русский вы имеете в виду? Чисто технический русский вы имеете в виду? Русский, да. Ну я взять… Ну понятно, да. Может быть там и «Дота», там или «Осетинка». Ну понятно, да. Российская академия наук, там конец 18 века, 19 века. Нет, у меня, конечно, такой статистики нет, но эта тема на самом деле касается Дмитриев, когда обсуждает вопрос о неизбрании деревьев академии наук. Он говорит, что немцы были разные. Были немцы, которые на самом деле были немцами из, так сказать, уже такими… уже подданными Российской империи, что ли. То есть не немцы, приехавшие из Германии, их не совсем корректно считать… Обусевшими. Вот фактически давно уже обусевшими немцами, да, таких было много. Но из известных людей, вот если говорить про физику, был, например, Василий Петров, такой известный академик в начале 19 века. Он получил первую электрическую дугу, хотя формально человеком, который открыл электрическую дугу, получил первую дугу, был Хэнфри Дейд. И сделал указан Дейд, да. И этому посвящено довольно много работ. Почему-то понятно. Петров был встроен в европейское сообщество, писал на иностранных языках, но, тем не менее… Тем не менее, вот, видимо, он считал, что Дуга относится не к физике, а к химии. То есть неправильно позиционировал свои открытия. Вот есть такая версия, например, с такими металями связаны. Но процентное соотношение я, конечно, не знаю. Но вот в то время, когда они не избрали Менделеева, там, по-моему, было соотношение, ну, где-то, скажем так, 50-50, вот так вот. Насколько я помню, у Дмитриева, например, такие цифры, он голосующий говорит, за Менделеева немцы голосовали уже месяц, при неисправении наук, при плактировании. Ну вот, спасибо.